всем привет ребята девчата снять влог первые семнадцатом году я только после душа мокрым знаю что вы ждете от меня видео по поводу родов моих как пришли мне роды собраться я на это не могу почему потому что у меня нет времени понимаете грудничок еще месяца нет для меня это самый шок то есть да то есть я одна бессонной ночи шкодник брюс у меня его боюсь что на ребенка прыгнет там испугает 10 килограмм я потеряла те 10 килограмм которые я набрала и потеряла сразу в роддоме оставила там надо рассказывать в отдельном видео потому что это я пытаюсь снять влог тяжеловато конечно немножко немножко спать просто хочется он не спит у нас в основном долго это ночью то есть под утро по разному режима еще нет колики до колики пипец с этой стороны белые блин у меня тут не высохла мне чтоб высохла с этой стороны белые я его спиртом протерла а тут зеленый в общем зеленый у меня остановилась сначала я хотела купить есть такие тоненькие ну где-то вот досюдова вот так ну или вот это было бы пространство свободное вот так бы было потом подумала пожив в роддоме там в принципе у них столы широкие все равно как-то так все здесь ставишь ставишь там я так подумала что нельзя чтобы вот это было пустая в принципе пускай будут матрасы да широкие а здесь можно поставить коробочку и в коробочке всякие эти прямо посылка по-моему фирмы на стлесть я не ошибаюсь видите 16 декабря 16 декабря я родила да они мне звонили по-моему 17 или какого давно уже у них лежит вот сейчас открою так ну что у нас тут всяная каша с молоком и карсиком ну все усыпется тут она порвалась все зашибись или это я сама порвала скорее всего я сама порвала вот ножом так это со скольки месяцев с 5 месяцев дальше с 5 месяцев лакомая кашка гречневая большевая москоп зерновая каша йогуртная любовь пышки банан клубника гулять но это уже с года аж 12 месяцев дальше какие злаки без молока 6 месяцев это клубник низкокалорийно с 5 месяц тоже. Вот это вот угодно, это естественно у него с вами есть. Вот такой у нас состав, вот это пипец. Наверное, с маслом. Даже отдать не смогу. Самое делать. По поводу нашего рабочего места. Ну меняю я вот эти вот одноразовые пеленки по мере необходимости, когда сильно засрется. Матрасик вот такой куплен, ватные палочки, ножницы. Ребенка тоже ватные палочки, которые надо убрать. Крем детский обычный. Ну это так, для ножек. Это для попы какого-то особо нет. Сюда крем для попы, это в роддоме. У нас и сейчас раздражение прям рано просто. Поэтому, кто может что-то посоветовать, посоветуйте, пожалуйста. Я не знаю, что делать с этим. Я его подмываю. Подмываю всё равно зелён. Мы к этому мажем. Я себе мажу шов. Ну, в принципе, уже редко мажу. И ему попок тоже уже, в принципе, надо не мазать. Дальше такой детский крем. Ну, я хочу купить подороже фирму. Например, Бюбхен. Всё-таки меня вот эти фирмы не устраивают. Потому что, я же говорю, жопа болит у него попка. Бипонтен. Декспонтенол. Он такой. Для моей груди вот такой. Пурелан у меня лежит сейчас. Медела. Ну, то есть, чем тоже дорого, стоит 500 рублей и маленький тюбик. Чем хорошо, что его ребёнку можно дать съесть. Я же себе даже губы мазала. Вот он, такого цвета. Даже губы мазала. Вата. Такое здесь вообще не место. Так, это что? А, капля альбуцит ему. В глазки. Перекись. Детская его присыпка. Перекись. С экстратом черды, кстати, заканчивается. Бюбхен. Я хотела купить масло, но в итоге я купила молочко. Ну, кстати, хорошее средство. Вот она, вата. Вот отдельные пакетики. Это я ему попку вытираю. Вот этой водичкой я вытираю ему. Подмышки. Салфетки. Раз, салфетки. Два салфеток уже куча ушло. Просто. Умеренно, умеренно. Кстати, очень прикольные памперсы вот эти. Они недорогие. Памперсы. Вот она, двоечка. Вот они. Ну, то есть, обычные памперсы. А кто делает? Сейчас я вам скажу, если найду. Хреном. Чехия делает. Чехия. А так, премиум геер у нас аж. Аж. Кстати, нам подарили вот эту игрушку с трех месяцев. Такая. Этот я покупала бусинка. Мы еще его не пробовали, потому что я боюсь. Жестко, ужасно боюсь. Вот такие мякиши лежат. Здесь я, конечно, их не передарю. Не знаю, почему. Ну, у нас просто есть тоже. Тут-то вещи большие ему подарили. На вырос. Ну, прям на вырос, на вырос. Вот лежат. Ну, их мало. Вот такие вот у меня эти пеленки одноразовые. Я покупаю 60 на 60. Вот вы видели, лежали там на пеленальном комоде. Вообще просто замечательно. Вот они с рисунком. Это 60 на 90. Это еще с роддома я принесла. Девочки в роддом мне дохрена чего покупали. Я же долго там лежала. Поэтому все, что я сняла в сумке в роддома, это вообще море. Капля в море. Либера это. Я хочу отдать тоже. Мне присылали шпробники. Это я хочу отдать. Это пеняницы. Вот они, эти памперсы. И памперсы улетывают только так. Эти же памперсы, скорее всего, раздражают попку моего младенца. Ну, тут вот, вот, уже половину мы и разрасходовали. Паплю спряменькие. Ну, я не в восторге. Вот у нас от 3 до 6 килограмм. И я не в восторге от них. Мне не понравилось. Ни хрена не сосет. Это вообще, это мало. Это так, которые на столе лежат. Там отню где-то валяется. Ну, я же вам его показывала в видео. Как я в роддом собирал. С ромашки. Нам передали ромашки с Ростова. Одну я уже выкинула. Почему с Ростова? Потому что в Ставрополье у нас не нашли. Вот. Вот тут сейчас 4. Одну я уже выкинула. Их было 5. Тоже он их не берет. Не берет. Я не знаю, что. Идет не хочет ничего убрать. С работу мы уже приносили. То есть от фирмы вот такой подарок. Ну-ка. Вот такой подарок. Может провести потом. Вот это я даже не смотрела. Нет времени. Вот Hilltop чай. Я даже не открывала. Представляете? Что там. Ну, понятно, что там все рассыпчатые. Вообще даже еще не открывала. Чай. У меня мерено-немерено. У меня, знаете, чего нет? У меня этого нет. Хорошего заварного чайника. Вот я его хочу. Эрл Грей. Может быть, тоже оставить кому-то подарить. Так. И вот такой вот липтон тоже. Ну, что-то вот здесь как-то. То ли они вот так. То ли они пошли, попрыгали с разных. Вот так и должно быть. Многородные, сысканные. В общем, вот такой вот набор. То ли их уже, то вот так стоит. Ну, интересный набор такой. Эксклюзивная коллекция чая, созданная при участии будущих международных экспертов. В общем, вот этот набор он принес к чаю. И он тот. Эрл Грей. В аптеке презент дали. Цена вот 0 рублей, видите. 5 килограмм как раз-то для нас. У нас уже такие были. Мы пробовали. Это уже пробовали. Две штуки здесь, наверное. Так. В аптеку сходила. Я взяла себе лактофитол. Фито-чай. На самом деле, это непонятно. Зачем сейчас мне правая грудь болит? Я не знаю почему. Так. Состав. Череды трава в пакетиках. Потому что у меня есть у них пакетика. Я взяла так. С первого месяца пишут. Чай кровяной ромашкой. Это все, наверное, просто травой. Трава ромашкой все. Так. Спинезан заканчивается. Сапсимплекс купила. Вот это я укроп с фенхелем путаю. Чай детский. Травяной укропная водичка. С нуля месяцев. Наш пьет тяжело его. Но будем пробовать сейчас. Стараюсь ему Планток спихивать. Вот эти тоже фенхел. Планток спихиваю. Так. И масла. Масла у меня не было. Я же когда молочко купила. Вот. Фирма мне это пока нравится. Вот. Молочко есть. Вот эта фирма. Вот масло. Теперь купила. Подсолнечник и карите. Хотя мне нравится серия с календулой. Просто не стала масло с молочком брать. У меня тоже. У меня тоже сустав как бы. Ого. Думаю запечь яблоки или не запекать. Запекла я яблоки. Передержала. Забыла про них. Ну правильно маленькое дитёк. Час подержала. Конечно мне тут всё блин сорвалось. Блин тут бананы. Короче я блин тенгею не могу. Времени вообще категорически не хватает. Купил. Курицу там уже сделала. Курица грим. Специи очень много. Псекола нельзя конечно. Это тоже мне нельзя. Не знаю что есть. В то же время конечно хочется. У меня вообще жесть. Я хожу всё чешусь. Так. Салфетки. Здесь две штуки. По 60 штук наверное каждое. Важные салфетки детские. Ну вот такие. Ну вот такие. Краснодарные она делает. Далее. Памперсы. Вот они вот эти. Зелёные что я вам показывала только что. Но. Вот эти муж принёс. Свекровь передала. Это лентовские мы не пробовали ещё такие. От 3 до 6. Наши уже 5 килограмм уже весит. Нам ещё месяца нет. 27 штук. Будем пробовать. Что они из себя представляют. Не знаю. Я чешусь. Хожу всё тело. Вчера пила лактофетол. Написано 2 пакетика пить. А я выпила где-то 3 или 4. В общем. Не знаю. Мне кажется у него аллергия. Хотя я пила чай хип. Для лактации. Ничего у меня не было. Я в шоке. Что ты там нюхаешь? А? Да колебала же. Честный словик. Супчик. Кто мне перловку чуть-чуть кинула. Хотела рискинуть. Видно чуть-чуть перловки. И свекровь принесла домашнюю лапшу. Потом лапшу закинула. Ну вот на чём варился бульон. Обычно я обжариваю. Так халву я не ем. Принесла подарки нам на месяц. Но. Я вообще одеваю нашему малому. Не по возрасту. Вот сейчас я ему стараюсь одевать на 3 месяца одежду. Потому что я не люблю куда обтягивает. Когда я боюсь ручки сломать. Там знаете. Вот. Ну как-то так. То есть я в длину как бы мужа сомирает. Вот. Она принесла на 6 месяцев. Вот такие кофточки. Как я понимаю. Это с детского мира. 6 месяцев. 68 раз смерти. Беленькие. Тоже не очень люблю. Говорится. Это хорошая такая плотная тёпленькая ткань. Вот. А я люблю яркие такие всякие. Вот это вот конечно мне очень понравилось. Вот это просто класс. Ой. Шикарто, стейди. Ммм. Боже. Как классно. Ну. Наверное. Еще не это. Большевата. Ткань мне нравится. Такая плотная. Подарки. На один месяц. Ну правильно. Надо вдарить на вырост. Тем более, что мы уже носим одежду больше. Дальше.